Есть такой якобы запрещенный канал, раскрученный, правда, раза в три больше, чем глобальная волна, на котором я вдруг увидал видео, объясняющее, так сказать, эффект антигравитации соображениями, которые, в общем-то, перекликаются с моими соображениями. Я даже удивился. Да, Андрей, в общем-то, верно подметил суть того, в чём причина появления антигравитации. А именно, она в наличии некоего механизма антигравитации, в моём объяснении, механизма, являющегося реактивным, что предусматривает наделение взаимодействующих масс, если в данном случае они являются атомными ядрами, электронными оболочками, которые взаимодействуют с потоками, набегающих на них субстанций, подобных эфиру, примерно так, как взаимодействуют прямоточные реактивные двигатели с воздушными потоками, за счёт чего и развиваются суммарные силы антигравитации, причём именно вдобавок к гравитационным силам. Андрей же исходит из того, что соответствующие механизмы встроены внутри самих космических тел, напрочь отметая существование гравитационных сил. И непонятно, в общем-то, для чего. Этот механизм якобы состоит из вращающихся ядер планет, из вращающейся магмы и так далее, включая, кстати, и вращение самих планет, что изначально ставит крест на реактивном характере этих взаимодействий, так как ни о каком отбросе масс или же субстанции, подобной эфиру, в этом случае и речи идти не может. И всё это никак не перекликается с теми фактами проявления реальной антигравитации, которые мы наблюдаем в поведении водорода и гелия. Продолжение следует...